В минувшую субботу хутор Ханьков Анастасиевского сельского поселения отметил свой день рождения. Взрослые и дети, пенсионеры и еще совсем юные дошколята собрались в этот день во дворе сельской школы номер 21 отметить светлый праздник. Отправилась туда и наша съемочная группа с подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. С наступлением вечера в хуторе Ханькове было оживленно и празднично. Солнечный осенний день создавал хорошее настроение, располагая к ожиданию праздника. Во дворе школы вытянулись накрытые вкусными яствами столы. Школьники предлагали всем желающим отведать пирожные, торты, пирожки и другую выпечку. Встречала гостей и жителей квартальная хутора Ирина Кожурина. День хутора всех встречается, знакомятся, видят друг друга. Собственно говоря, это жизнь хутора. И детишек постараемся много привлечь к этому всему, чтобы они знали, которые старики у нас именно в возрасте, которые заслуженные люди. Мы их всех поздравляем на день хутора. На празднике рассказывали об истории хутора. Она складывается из воспоминаний старожилов, рассказов бабушек, легенд, рожденных народным творчеством. И, конечно, с исторических фактов. Основанный в 1865 году хутор Ханьков, как и другие хутора и станицы Кубани, неразрывно связан с историей кубанского казачества. Известно, что название его произошло от селения Ханский Аул. Основали хутор татары еще до прихода черноморских казаков на Кубань. С тех пор прошло 149 лет. В день рождения хутора главные виновники торжества, конечно же, люди. Чествовали в этот день долгожителей, тружеников, юбиляров совместной жизни, новорожденных, первоклассников, активистов территориального общественного самоуправления. Среди них Иван Яковлевич Попов. Ему 87 лет. Большую часть своей жизни он посвятил детям, проработав 40 лет в Ханьковской школе, учителем физики, математики, астрономии, черчения. В 1950 году приехал сюда, в Ханьково. А какой Ханьков был? Там хатка, там хатка. Можно сказать, чуть не плакал от горя. А потом понравилось мне. Одна из основных заповедей ханьковцев – почитание и уважение людей старшего поколения. Именно они пережили с хутором и военные годы, и годы созидания. За активную деятельность, за любовь к милому краю звучали слова благодарности 20 юбилярам в старше 75 лет, которые оказывают большую поддержку органам самоуправления в благоустройстве родных мест. Гордостью хутора являются, конечно же, люди. Именно они создают его историю. Без дня вчерашнего не будет дня будущего, а будущее – это наши дети. Такими словами встречали родители 15 малышей, родившихся в этом году. Молодые семьи, подарившие маленьких жителей хутору Ханькову, выходили на сцену и принимали поздравления. В хуторе чтят и семейные традиции, хранят их и передают из поколения в поколение. И в этот праздничный день с особым трепетным чувством чествовали достойные и активные семьи, которые в этом году отметили супружеский юбилей. Гордятся хуторяне замечательной семейной парой – супругами-наточами – Николаем и Екатериной. Сквозь годы и нелегкий семейный путь, длиною в 60 лет, они смогли пронести свою любовь и сохранить трепетное отношение друг к другу. Ей исполнилось 18 лет, поженились, и жизнь мы свою прожили очень хорошо, очень дружно, я ей очень благодарный, она очень старательная женщина. Она сейчас, правда, инвалид второй группы, и сейчас она… Творческие коллективы сельского дома культуры «Анастасиевский» порадовали прекрасными номерами и подарили всем присутствующим настоящий праздник. Хуторяне веселились, пели и танцевали под музыку, подпевая известные им песни. Песня «Анастасия» Из деревни малой выросла Россия, ты прекрасна, Настя, век твой, долго длится именем твоим красивым. Названа станица, названа станица. Праздник прошел по семейному теплу и душевно, оставив у участников и зрителей хорошее настроение и много улыбок. Перевернута еще одна страничка истории хутора Ханьков, и началась новая летопись 150-го года. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События».